В Индии отметили сразу два праздника. 90 лет району и 122 года со дня основания города. На центральной площади Индзы развернулись народные гуляния. Выставки, ярмарка, бесплатные угощения, частушки и народные песни. Поезда на вокзале тоже встречали концертом. Тем более, что Индза – город, рожденный железной дорогой. И в этом году юбилей района решили объединить с днем основания города. Примите искренние поздравления с 90-летием Индинского района. Сегодня нашей малой родине исполняется 90 лет. В масштабах страны этот период всего лишь миг. Но для нас эти годы являются периодом становления, развития и роста. На главной праздничной сцене чествовали лучших людей Индинского района. Поздравили молодоженов и маленьких именинников. Награждения прерывались выступлением местных музыкальных коллективов. В этом году город приобрел свою жемчужину – Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Его священнику Иерманаху Тихону вручили благодарственное письмо губернатора за духовное воспитание и работу с молодежью. Благодарю за оценку моих скромных трудов и за честь поздравить всех индинцев с этим замечательным праздником. Процветание городу Индин, всем вам добра и счастья. Также я являюсь главным тренером спортивного клуба «Пересвет» и по просьбе администрации привез своих бойцов. Православный спортивный клуб «Пересвет» привез в Индзу своих лучших воспитанников – чемпионов мира и мастеров спорта. Молодежь клуб уже достаточно титулована и имеет много наград на различных соревнованиях. Вместе они устроили зажигательный мастер-класс. Все происходящее отец Тихон комментировал лично. В конце батюшка сообщил индинцам благую весть. В скором времени в городе начнет работать клуб смешанных единоборств. Заниматься в нем сможет любой желающий и совершенно бесплатно. Во-первых, мы открыли здесь собор. Владыка Богослава занимается молодежью. И администрация, в принципе, меня сама просила, что-нибудь здесь помочь, организовать. Здесь также есть ребята-спортсмены. Мы им будем помогать, вместе тренироваться, выступать. Празднования в Индзе продолжались до глубокой ночи. Следующее торжество, уже духовное, намечено на 21 сентября. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Первый престольный праздник Кафедрального собора Индзе. Первый престольный праздник Кафедрального собора Индзе.